Отец, благодарим за привилегию быть здесь. Благодарим за Духа Святого. Ты говоришь, что Дух Святой — наш учитель. И мы просим Духа Твоего учить нас сейчас. Не только в разуме, но и в духе. Мы не нуждаемся только в словах, но также в Твоем помазании. Просим о Твоем помазании в это утро. Дай нам понимание, Господи. Молимся в Духе. Молимся о том, чтобы Ты говорил в наш Дух. Во имя Ишуа. Аминь. Итак, напомню, что мы говорим о молитве, которую научил нас Иисус. Ученики наблюдали в молитвенную жизнь Ишуа и понимали, что оттуда исходит сила. Напомню, что они также видели, что Ишуа имел жизнь молитвы, а не молитвенную жизнь. В его жизни он переходил из молитвы в молитву. И просто в перерывах он совершал свое служение. Итак, мы можем сказать, что его служение проистекало из молитвы его. И поэтому ученики сказали, Господи, научи нас молиться. И Господь дал им модель молитвы. И у нас эта молитва записана в Матфея 6. Мы рассматривали ее вчера. Итак, молитва – это дружба с Богом. Это молитва не означает, что мы приносим просто какой-то список Богу. И это не умоление Бога сделать что-то. Это точно так же и не значит, что мы выламываем, выкручиваем руки Богу, только чтобы Он нам что-то сделал. Если мы так молимся, то будет у нас большое разочарование. Но молитва – это молитва означает прийти в согласие с Богом. Это сопричастие к Богу. Это изучение и созерцание Его сердца. Эта молитва есть вхождением в согласие с то, что Иисус уже сделал. Итак, молитва становится больше провозглашением того, что есть. И наше провозглашение становится прославлением Богу, хвалой Богу. И провозглашение становится также элементом веры внутри нас. Другими словами, всякий раз, когда провозглашаю, какой Он, что Он сделал, то я также, ну, моя вера возрастает от этого. То есть молитва – это также приношение себя, то есть души, духа, тела в Божий свет. И когда я это учусь делать, я учусь молиться так, как дал нам Иисус молиться. И что, а получал все, о чем молился? Вопрос. Итак, у нас есть возможность научиться молитвой, такой, как научил Ишио. Когда мы начинаем молиться, мы как бы входим в Божье присутствие, в тронный зал. То есть мы духовными глазами начинаем видеть Бога, таким, какой Он есть. Итак, мы общаемся с Богом, и Он общается с нами. В этом общении, в этой дружбе мы просто ощущаем, переживаем Божье присутствие. И мы готовы пережить новый день. Это готовит нас к тому, что впереди ожидает нас. Было ли такое, что Вы просто не были готовы к тому, что Вас ждет впереди в этом дне, в новом дне? Иногда Вы просто переполнены тем, что Вы встречаете на своем пути. Встреча с Богом, она готовит нас к тому, что ожидает нас в этом дне. Итак, давайте учиться молиться, так как Ишио учил молиться своих учеников. Девятый стих, шестой главы. Написано, вот как нужно молиться, или молитесь же так. Это такой, как бы, указатель для молитвы. Буквально не говорится, молись именно вот так, как написано, но имеется в виду, молитесь вот по такому принципу. Вчера на последнем уроке мы рассматривали шесть основных тем этой молитвы, этой модели. Или другими словами можем также сказать, что Ишуа говорит, молитесь об этих вещах. Или еще по-другому. Придите в согласие с Богом об этих пунктах. Итак, первый пункт, это девятый стих. Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое. То есть, это такое, другими словами, это прославление и поклонение в Его присутствии. И это не обязательно, значит, петь просто. Также можно просто право заглашать. Вы, Исайя 61. Наденьте на себя, как бы, дух прославления вместо духа тяжести. Чувствуете, что когда утром просыпаетесь, у вас такая тяжесть? А, у меня до сих пор это, ну, переживаю, как это, разницу между поясами. Лег спать и до четырех утра не мог уснуть. Ты вроде не летал, да. И в 7.30 было очень тяжко уже. Помните, что мы состоим из Духа, Души и Тела. Дух может, а плоть не может. Итак, нужно, чтобы Дух говорил Телу и Душе, что делать. То есть, должно быть так, чтобы Дух и Душа и Тело выстроились в одну линию с Духом. То есть, стали на одном уровне. То есть, утро начинается с правозглашения о том, какой Бог есть. Итак, мы выбираем, чтобы Дух говорил в нашу силу воли, чтобы мы провозглашали о том, кто Бог есть. Иногда мы прославляем Бога, потому что у нас это на сердце, просто это легко льется из нас. Иногда мы славим Бога, потому что понимаем, что это необходимо, чтобы просто встать в правде перед Ним. Итак, снова 9 стих. Отче наш, сущий нам на беседу. Ну, сконцентрируйтесь на том, о чем говорится, отец, отче наш или отец наш. Нам позволено называть Бога нашим папой, отцом. Как это возможно? Причина, конечно же, в том, что Ишуа сделал для нас. Ишуа сделал нас сыновьями и дочерями Божьими. Некоторые люди думают и говорят, что все вокруг на земле – это Божьи дети. Но это не совсем так, правда? Иисус говорит о том, что кто папа у фарисеев там был, помните? Дьявол. Бог становится отцом для нас из-за крови пролитой Ишуа. Чтобы понять, что значит, что отец, что Бог – отец, нужно понять, что кровь Ишуа сделала для меня. Бог не становится отцом только потому, что я что-то сделал правильное. Но Бог – отец только потому, что Ишуа пролил свою кровь за меня. Итак, концентрируюсь на крови Ишуа. И провозглашаю, благодаря крови Ишуа – ты мой отец. Не по какой другой причине. Но только благодаря крови Ишуа – ты мой отец. И благодаря этому Он никогда не перестанет быть отцом. Потому что кровь Ишуа была пролита однажды для всех людей. И эта кровь касается лично меня, была пролита за меня. В Библии написано, что я покрыт кровью Ишуа. И так, когда Бог смотрит на меня, видит кровь. И благодаря этому принимает меня, как дитя свое. Моя внешность не меняется от этого. Мои отношения не меняются. А обстоятельства это не меняют. Каждое утро, когда просыпаюсь, могу говорить, благодаря крови Ишуа – ты мой отец. Он не говорит просто «отец», он говорит «мой отец». И это не значит, что он там машет и говорит «папа, появись там где-то из-за облака». Но Ишуа сделал каждого из нас Сыном Божьим. И Бога сделал нашим отцом. И Бог, Он самый совершенный отец. В Нем есть все, что нужно для совершенного отца. Он принимает меня, Он любит меня. Он так хлопает по голове и говорит «хороший мальчик». Он болеет за меня. Он любит меня и обнимает меня. Он называет меня Своим. И вот навстречу кому я просыпаюсь каждое утро. Итак, я должен начинать с того, чтобы провозглашать и напоминать себе о том, кто мой отец. И благодаря крови Он будет моим отцом каждое утро, когда я просыпаюсь. Я не должен упрашивать Его быть моим отцом. Он и так уже мой отец каждое утро. Благодаря кровейшему. Ну, я могу проснуться и не обязательно чувствовать себя классно, что я такой молодец, сынок. Чувствовали себя плохим сыном или плохой дочерью? Или недостойным сыном, недостойной дочерью? Но это не играет роли. Потому что только благодаря крови Ишуа Он мой отец. И когда я начинаю провозглашать это по утрам, Папа, благодаря крови Ишуа, это поднимает мою веру к тому, что кто мой Бог и кто Он является для меня, кем Он является для меня. И я начинаю видеть Его глазами духовными. Итак, если Он мой отец, благодаря крови Ишуа, значит, нет никакого разделения между мной и им. Благодаря крови я приближаюсь ближе к Нему, а Он ближе ко мне. И таким образом я не молюсь тому Богу, который где-то далеко. Но молюсь тому Богу, который приходит ко мне, в присутствии которого я стою. Когда я концентрируюсь на крови и на отношениях с Ним, я начинаю видеть Его в Духе, как Он лицом к лицу ко мне. И я начинаю входить в отношения с Ним. Потому что я провозглашаю, что Он мой отец, благодаря крови Ишуа. То есть, настоящее прославление – это не просто повторение слов каких-то. Но это не формулировка или высказывание каких-то библейских слов. Прославление – оно касается того, что Бог сделал или каким Он является для меня лично. Итак, я прославляю Его за кровь. Благодарю Его за кровь. Я благодарю и прославляю Его за отношения между Отцом и Сыном. Вы понимаете, видите это в Духе Своем, принимаете это в Дух Свой. И это не изменится каждое утро, каждый день. Откровение – то же самое каждый день. Не бывает такого, что в одно утро Он отец, в другое уже не отец. Он отец каждое утро. Но Он еще мать может быть. Итак, я провозглашаю, благодаря крови Ишуа, Ты мой отец. Итак, я не провозглашаю это только Богу, но также и себе. И так, ну это как будто бы я обращаюсь к себе. Слушай, я в правильных отношениях с Богом, благодаря крови Ишуа. Очень такое большое, объемное откровение в нескольких словах. Мой отец. Вы понимаете принцип медитации, размышления? Размышление значит просто вынимать или вытягивать смысл из каждого слова, которое мы читаем, которое мы рассматриваем. Ну это как бы слово также значит принцип, как корова жует жвачку. Корова берет траву, начинает жевать, оно проходит в желудок, потом она ее обратно выдает наружу, а потом обратно начинает жевать, дальше в желудок. Можем, ну, пожевали, потом надо еще продолжить. Итак, Дух Святой дает нам откровение о том, что значит, что Бог наш отец. Ты мой отец, благодаря крови Ишуа, и это не изменится. Дальше написано, да святится имя Твое. Ну, святится исходит из слова святость или святой. Что означает быть освященным или отделенным. Итак, то есть, другими словами, Его имя отделено. Его имя для того, чтобы Его прославляли и Ему поклонялись и восхищались. И мы можем найти просто бесконечное количество откровений в имени Бога. Знаем, что Бог открыл свое имя Моисею. Открыл имя Яхве. Значит, Я есмь или сущий. Он сущий имеет сущность сам в себе. Он тот, кто Он есть, и Он тот, в ком мы нуждаемся. Ну, фактически, Он все, в чем мы нуждаемся. Все, в ком и в чем мы нуждаемся, Он уже такой есть. Все, в чем мы нуждаемся, Он есть исполнением этого. Он, как бы, совершенный и сущий. Он все, в нем есть все. А единственный, единый и единственный истинный Бог. То есть, я не молюсь какой-то статуи или изображению. А, я молюсь Богу Всевышнему. Царю Вселенной. Когда я просыпаюсь утром, я молюсь Отцу и говорю о святости Его имени. Я обращаюсь к Царю Царей и Господу Господу. Я говорю с Богом, который имеет всякую власть, который имеет авторитет во всей Вселенной. Я не молюсь холодному камню. Я не молюсь какому-то безличностному Богу. Я молюсь Богу, который сотворил меня. Я молюсь Творцу Всего. Он всемогущий. Я начинаю провозглашать это. Я начинаю напоминать себе это. Я молюсь Богу, который может сделать все, что угодно с моими нуждами. Я молюсь Богу, который понимает меня. Светится имя Твое. В Библии находим, что у Бога множество имен. В Ветхом Завете, ну, в Писаниях есть восемь разных имен Бога. Соборных. Знаете эти имена? Я... Я... Я веи Сидкину? Я веи Сидкину. Я веи Микейыш. Я веи Микейыш. Я веи Самар. Я веи Санха. Я веи Шалом. Я веи Рофе. Я веи Рофе. Я веи Ята. Ягвей Ире, Ягвей Ниси, Ягвей Рохи. Можно повторить вторую и третью? Да, что это название? А, окей. Он покажет внимание. Ягвей. 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 Бог, который присутствует. Ягвей. 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 Так, когда я говорю о Божьих именах, я провозглашаю как бы Бога в каждом имени, который отвечает на определенные нужды, которые близки именно в том имени, в котором Он является. Эти имена открывают Его характер, Его работу, Его действия и то, что Он делает для меня. Все, кем Бог является и что Он делает, я снова получаю благодаря Кровейшему. Итак, кем Бог является вообще, Он в частности является таким же для меня благодаря Кровейшему. Кем Бог является вообще, Он пообещал быть таким же для меня и для тебя лично благодаря Кровейшему. Мы живем во время Нового Завета с Богом. Все, как Бог открывался в Ветхом Завете, сейчас является истиной для меня лично благодаря Новому Завету Кровейшему. Другими словами, Он, например, не Яхлыцит Кейну только потому, что Я делаю или не делаю. Он также Яхлыцит Кейну для меня благодаря Кровейшему. Понимаете? Не меняется ничего. Это также и в плохие, и в хорошие времена. Это, ну, даже если вы выспались или не выспались. Я встаю утром. Каждое утро. И он каждое утро для меня Яхлыцит Кейну. Не важно. Благодаря Крови Ишуа Хочу поговорить о пяти благословениях через Новый Завет Крови Ишуа. Первое благословение. Я имею прощение грехов. Прощение всех грехов. Благословение два. Я получаю полноту Его Духа. Я не заслуживаю это, я не зарабатываю это. Я просто получаю эти благословения. Третье благословение. Я имею обещание здоровья и исцеления. Четыре. Свобода от проклятий. Пять. Свобода от страха перед смертью и адом. Итак, эти благословения благодаря Крови Ишуа. Я не зарабатываю их, я не заслуживаю их. Но также не могу потерять их. Они сохранены для меня благодаря Крови Ишуа. Вот почему очень важно концентрироваться на Крови. В современной церкви перестают уже говорить о Крови Ишуа, о ее важности. Говорят о том, что это просто пугает неверующих. И так, чтобы привлекать как бы новых людей, неверующих в церковь, перестают говорить об этом, говорят, что это пугает, и вообще это как-то ну очень по-дурацки вообще звучит. Но без Крови у нас нет никакой надежды. Мы те, кто мы есть благодаря Крови Ишуа. У нас позиция такая перед Богом только благодаря Крови Ишуа. Знаете моего друга Джеффа Коллинса? Он часто ездит в Румынию. И он любит проповедовать в Трансильвании вампирам. И любит проповедовать о Кровии вампирам. Благодаря Крови мы имеем такую позицию перед Богом. Благодаря Крови Ишуа имею доступ в тронный зал Бога, да, Царства. И так, когда просыпаюсь утром, я начинаю молиться Отцу моему, который есть моим Отцом, благодаря тому, что Кровь сделала две тысячи лет назад. И это никогда не изменится. Он мой Отец. И всегда будет моим Отцом. И Он хороший Отец для меня, добрый. И я славлю Его за это. Благодаря Крови Ишуа я прощен совершенно и полностью. Никаких записей о грехах. Я отделен. Благодаря Крови Ишуа Дух Святой внутри меня. Благодаря Крови Ишуа имею обещание о том, что буду ходить в исцеление и в здоровье. Благодаря Крови Ишуа сегодня я не под проклятием. И благодаря Крови Ишуа не будет на мне никакого проклятия. И благодаря Крови Ишуа не имею никакого страха перед смертью. Я не заключен как бы страхом. Благодаря Крови Ишуа я знаю точно, совершенно и безупречно. Я не проведу вечность в аду. и славлю Бога за это сегодня. Поехали. 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 Подогрело чуть-чуть вас изнутри так? Освежило вас? Проснетесь утром завтра? Что вы врете? Будете говорить тяжесть и отвали от меня? Ложь дьявола. Пошел вон. Я знаю кто я. Я ребенок Божий. Я сын и я дочь. Или я дочь. Слава Богу. Я кое-что чувствую. Аминь.